На курорте проживают представители свыше 100 этносов. Несмотря на то, что Сочи – один из многонациональных городов страны, межэтнических конфликтов здесь нет. И, как отметил мэр, во многом благодаря работе нацобъединений. Ко всему прочему, в городе делается всё, чтобы представители всех национальных общин, в первую очередь молодёжь, учили историю своих народов, знали традиции. И общая задача сегодня, подчеркнул Капайгородский – сохранить и приумножить всё то хорошее, что было достигнуто за последние годы. Вы сами знаете, какие мероприятия будут проводиться. Саммит Россия-Африка. Большое количество гостей будут за все страны, которых пригласил наш президент. Поэтому, опять же, будем опираться только на вас, на население. Вы видите, что мы сейчас активно встречаемся со всем населением, впитываем все проблемы, чтобы как раз до завершения финансового года, чтобы сбить бюджет муниципальный и попадание во все крови программы, мы учли интересы каждого жителя. И всех общественных организаций. С 90-х годов на курорте действует Общественный совет национальных объединений города Сочи. В его составе 36 диаспор. У нас есть славянские, русские общества, кавказские, северо-кавказские общества, западный блок. У нас и немцы, и македонцы, и сербы, и поляки, и эстонцы. Мы с удовольствием участвуем и в городских мероприятиях, и в каких-то необходимых направлениях, которые касаются нашего профиля. Национальные общины Сочи принимают участие в городских, районных мероприятиях, приуроченных государственным и иным датам, а также проводят национальные праздники и этнофестивали. В канун празднования Дня народного единства национальные общины совместно с мэрией курорта по традиции запланировали провести спартакиаду и фестиваль национальных культур «Этна Сочи». Редактор субтитров А.Семкин